Общеизвестно, что хорошая спортивная форма в жизни человеку помогает. Некоторым просто нравятся ощущения, которые дарит здоровое тело. А кому-то без отличной физической подготовки просто не обойтись. Последним относятся и полицейские. Поэтому в межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская за физподготовкой своих сотрудников следят очень внимательно. Для контроля постоянно проводятся спортивные мероприятия. Одно из них – зимняя лыжная гонка, посвященная Дню Защитника Отечества. В этих соревнованиях участвуют представители от каждой службы, от каждого отдела. Команда – двое мужчин, одна женщина. Мужчинам здесь предполагается пробежать пять кругов, женщинам – три круга. Сегодня в соответствии с такой немного прохладной погодой результаты показаны отлично. Мороз ребят подгоняет, ребята бегут изо всех сил. Первыми в мужском забеге на финише оказались представители Одинцовского отдела ГИБДД. Впрочем, это никого не удивило. Быть быстрыми инспекторам госавтоинспекции положено по службе, чтобы и в мыслях ни у кого не было пытаться от них убежать. Очень спорт помогает. На самом деле у нас, наше подразделение, в частности, хочу сказать, очень спортивное. Спорт у нас Владимир Николаевич очень любит. Нам помогает в этом. Здоровый образ жизни, здоровый дух. Самое главное на работе, показатели идут от этого. Если человек здоровый, допропорядочный, умеет общаться, это немаловажный фактор для нашей работы. А у женщин победа осталась за представительницами Голицынского отдела полиции, которые признались, что лыжными гонками увлекаются давно и серьезно. Я занималась, моего тренера зовут Юрий Васильевич Мукоит, и в школе в 11 классе получила первый взрослый разряд. Выступала на соревнованиях лыжных в Красногорске, в Подольске, на лыжне России, представляла маловеземскую школу. Сейчас вот Голицынский отдел полиции. К слову сказать, именно эти подразделения ОГИБДД и Голицынский отдел заняли в лыжной гонке, соответственно, первое и второе места. А на почетном третьем разместился первый городской отдел полиции. Следующее большое соревнование «Кросс» в Одинцовском управлении запланировано на май. Оно пройдет на центральном стадионе города и будет посвящено Дню Победы. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.